В Кривом Роге из-за ракетной атаки врага проводят аварийно-спасательную операцию. В Кривом Роге после российской ракетной атаки вечером накануне были начаты аварийно-спасательные работы. Были повреждены жилые дома. Об этом сообщает РБК «Украина», ссылаясь на телеграм-канал председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула. Продолжается аварийно-спасательная операция. Работают все коммунальные, оперативные и медицинские службы, рассказал он. Также жители пострадавших домов в результате российских ракетных обстрелов призвали обращаться в штаб помощи людям. Он разворачивается в Долгенцевском исполкоме по адресу Днепровское шоссе 11. По словам руководителя Совета обороны города, туда уже везут стройматериалы, пленку, ОСБ и прочее. Ближайший пункт несокрушимости, СОЖ-109, по адресу улицы Ярослава Мудрого, 83, добавил он. Удары баллистики по Кривому Рогу. Ранее сообщалось, что поздно вечером, 19 октября, российские кафиры дважды били по Кривому Розу, баллистическим вооружением. В городе были слышны взрывы. Позже власти города призвали жителей Кривого Рога соблюдать информ тишину и не выкладывать в интернет место прилетов и т.д. Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в Кривом Роге в результате вражеских ракетных ударов горел автомобиль, но пламя уже погасили. Между тем, данные о возможных пострадавших пока не появлялись. Глава АВА добавил, что последствия обстрела уточняются. Напомним, ранее, 27 сентября, российские захватчики нанесли удар баллистике по зданию управления полиции Кривого Рога. Тогда из-за вражеской атаки были пострадали и погибли.